Вступай в ряды киперспортсменов КФУ. Я стою в женской сборной по КСГО. Играю уже около трех лет. Плюс у меня снова сборная была только недавно, в прошлом году. Изначально я хотела бы попасть в мужскую сборную, но, к сожалению, у меня тогда набор очень тяжелый, поэтому мы сдали женскую сборную. Родной язык, любимый язык. Как мы все знаем, что президентом Российской Федерации Владимир Владимирович Путином в 2022 год объявлен годом культурного наследия народов России. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Ася Ашифмина. В Казанском Федеральном университете состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Казанским университетом и Автономной некоммерческой организацией о диалог региона. Это Всероссийский межведомственный центр компетенции в сфере интернет-коммуникации и оператор цифрового диалога между властью и обществом. Учрежден в 2019 году с целью сокращения расстояния между государством и его гражданами. Автономная некоммерческая организация объединяет ведущие технологические и управленческие практики в цифровой среде для ускорения решения вопросов, с которыми люди обращаются к органам власти. В рамках сотрудничества с Казанским федеральным университетом организация планирует проведение совместных исследований, образовательных семинаров, реализацию программы персональной переподготовки для обучающихся к ФУ, получит возможность проходить практики и стажировки в организации. Лучшие из них будут включены в кадровый резерв автономной некоммерческой организации. У нас очень продвинутая обучается молодежь, которая действительно и хочет, и стремится получать именно то образование, которое позволит им на сегодняшний день быть конкурентоспособными. Мы, безусловно, заинтересованы в продвижении иного специальностей, поэтому, я думаю, мы с вами план руководства к действию определили, будем сотрудничать, и я думаю, что мы, безусловно, дадим новый импульс. Мы получили образовательную лицензию, тоже как организация, около полугода назад. Заинтересованы мы не только в текущей работе с текущими исполнителями, заинтересованы мы в подготовке кадров, именно начиная со студенческого возраста, которые бы соответствовали тем новым профессиям в сфере диджитал, которые нам нужны и в сфере государственного управления, и, в общем, в целом в сфере новых подходов в журналистике, в диджитале, в рекламе. И нам было бы интересно, опять же, совместно с КФУ подготовить эти новые кадры по новым программам. КФУ В Казанском Федеральном Университете состоялось пленарное заседание. Все подробности смотрите далее. В зале заседания Попечительского Совета Казанского Федерального Университета состоялось пленарное заседание Всероссийской конференции организаторов Второй Федеральной Олимпиады школьников по родным языкам и литературе народов России. Участие в конференции приняли представители Министерства науки и высшего образования России. Российского Совета Олимпиад школьников, Федерального агентства по делам национальностей, профильных министерств и ведомств Республики Татарстан. Как мы все знаем, что президентом Российской Федерации Владимир Владимирович Путином в 2022 год объявлен годом культурного наследия народов России. Язык – это важная часть культурного года. Каждого народа – это основа культурного наследия. И в нашей многонациональной стране, конечно же, сложилась уникальная система учета интересов как этнических культурных сообществ. Центральные темы для обсуждения стала роль университета в сохранении и развитии родных языков и культуры народов России. Организация второй Федеральной Олимпиады школьников по родным языкам и литературе народов России. Олимпиада проводится второй год. Включена в перечень Олимпиад школьников Министерства науки Российской Федерации. Мы очень рады, что сегодня Казанский Федеральный Университет принимает организаторов второй Федеральной Олимпиады школьников по родным языкам и культурам Российской Федерации. Первая Олимпиада состоялась по предложению Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в 2021-2022 годах. Впервые на федеральном уровне была проведена Олимпиада. Здесь были представлены 8 языков и 6 вузов Российской Федерации. Напомним, что Федеральная Олимпиада по родным языкам и литературе пройдет в 2022-2023 учебном году по 27 языкам на базе 18 вузов. Основным оператором Олимпиады станет Северо-Восточный Федеральный Университет имени Максима Амосова. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюс. В Казанском Федеральном Университете открыт набор в киберспортивные сборные. По каким дисциплинам ведется набор и когда ближайший турнир – далее в сюжете. Набор осуществляется по 10 дисциплинам. Бравл Старс, Клэш Рояль, КСГО, общий и женский составы, Дота 2, Фифа 2022, Хеджстоун, Лик оф Леггенс, Рокет Лиг, Старкрафт 2 и Велорант. Говорящим показателем в ходе отбора станет рейтинг в игре. Бравл Старс 25 тысяч кубков и выше. Клэш Рояль 6900 кубков и выше. КСГО 2,5 тысячи ЛО и выше. Дота 2 5 тысяч ММР и выше. Хеджстоун, ранг Легенда для стандартного режима, 6000 плюс рейтинга для режима Battlegrounds. Лик оф Леггенс, ранг Золото и выше. Рокет Лиг, ранг Чемпион и выше. Старкрафт 2 3500 ММР и Велорант, ранг Эссидент. Киберспорт активно развивается в КФУ на протяжении последнего года. С тех пор, как киберспортивный клуб стал частью спортивного клуба «Казанск» и «Килбасса». Действительно, по многим направлениям развиваемся. И руководитель спортивного клуба Настя Журавлева очень активно работает. Очень много ребят подключились. Молодой актив такой собрался, который и выступает на очень высоком уровне, и регулярно себя показывает на крупных всероссийских турнирах. Постоянно тренируется. Это очень круто, поэтому развиваемся. Ближайший крупный турнир Московской студенческой киберспортивной лиги стартует 17 октября. Командный зачет по нескольким дисциплинам. Дота 2, КСГО, ЛОЛ, Велорант и Хеджстоун. Ребята 17 октября будут выступать на Московской киберспортивной студенческой лиге. Это главный всероссийский турнир, который есть по киберспорту. В нескольких дисциплинах. Каждый год студенты со всей России, кто круче всех занимается киберспортом, в нем играют. И вот мы даже на спартакиадах, такой анонс небольшой сделаю, и на спартакиаде первого курса уже киберспортивной дисциплины вводим среди институтов, факультетов, чтобы ребята не только в составе сборных тренировались и готовились, но и между факультетами тоже могли сражаться в киберспорте. Я стою в женской сборной по КСГО. Играю уже около трех лет, плюс-минус, но сборная была только недавно, в прошлом году. Изначально хотела покупать мужскую сборную, но, к сожалению, туда набор очень тяжелый, поэтому создали женскую сборную. Я написала организатору мужской сборной, и позже мы с ней вместе создали женскую сборную. Сейчас активно останавливаемся после лета, поэтому в скором времени будем тренироваться где-то два или три раза в неделю. Напомним, что ранее студент второго курса юридического факультета Казанского федерального университета АЭС Ахмедшин по версии Forbes стал одним из самых успешных молодых киберспортсменов. Он попал в лонглист российского рейтинга 30 до 30 в категории спорт и киберспорт. По призовым он входит в топ-10 игроков в Элорант. Карина Саяхова, Универньюс. Казанский федеральный университет отмечает 115-летнюю годовщину с дня рождения Евгения Завойского. Имя этого ученого известно во всем мире благодаря открытому им в 1944 году явлению электронного парамагнитного резонанса, а также блестящими работами в области ядерной физики, управляемого термоядерного синтеза и физической электроники. Подробности смотрите в сюжете. Война самая беспощадная и безжалостная из того, что происходило с людьми. Годы Великой Отечественной войны нанесли урон по всем жизненным сферам человечества. Однако умственный потенциал народа помогал мужественно бороться и не сдаваться. Ведь в особенно трудные времена российские ученые открыли миру выдающееся творение. Имя ученого Казанского университета Евгения Завойского вошло в историю науки благодаря открытому им в 1944 году явлению электронного парамагнитного резонанса, а также блестящим работам в области ядерной физики. В 1933-1947 год Евгений Константинович заведовал кафедрой экспериментальной физики Казанского университета, а уже в 1941-м начал исследовать промагнитную релаксацию. Это открытие Завойского происходило во время войны, и тем не менее уже тогда оно было воспринято известными людьми. И стало ясно, что это один из самых чувствительных методов исследования структуры и процессов на микроскопическом уровне в твердых телах. В годы Великой Отечественной войны советский физик-экспериментатор, выпускник Казанского университета Евгений Завойский внес неоценимый вклад в развитие родного университета и науку в целом. Карина Саяхова, Универньюс. В Казанском федеральном университете начнет работать выездной прививочный кабинет. Специалисты университетской клиники КФУ будут проводить иммунизацию сотрудников от коронавирусной инфекции и сезонного гриппа. Вакцинация будет осуществляться ежедневно с 19 по 23 сентября с 9 до часу в кабинете 0015 по улице Кремлевская, 18. Вакцинироваться можно в один день, как от гриппа, так и от коронавирусной инфекции. Главное условие – человек должен быть здоров и не испытывать недомоганий в момент вакцинации. Для профилактики первичной реакции после введения препарата рекомендуется оставаться под медицинским наблюдением в течение получаса. После вакцинации возможно повышение температуры тела, утомляемость, потеря обоняния – это нормальная реакция на прививку. Студенты и выпускники КФУ могут пройти службы в научных ротах. Специализированные военные подразделения предназначены для прохождения срочной службы наиболее талантливыми и обучающимися. Осенний призыв 2022 года стартует 1 октября и продлится 3 месяца до 31 декабря. С 21 сентября начнет работу Комиссия военного инновационного технополиса «ЭРА». Для рассмотрения кандидатуры на прохождение службы в этой научной роте необходимо заполнить анкету. Во время службы предполагается проведение научных исследований на современном оборудовании, работа с крупнейшими научно-исследовательскими организациями и предприятиями, участие во всероссийских и международных конференциях. Кроме того, объявляется отбор кандидатов для прохождения военной службы в научной роте – войск радиоэлектронной борьбы. Научная рота состоит из двух взводов – исследования и испытания в области применения сил и средств радиоэлектронной борьбы, исследования в области радиоэлектронной защиты информации. На этом все. В студии была Ася Ашихмина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok